Всем привет! Я Александр Гранин, а это Антон Щербаков. И сегодня мы будем говорить про проекты, над которыми Антон работал. Правда? Да. Начну с себя. Я в программировании на плюсах уже довольно продолжительное время. Уже, наверное, года лет 14, если быть точным. Работал в разных сферах, начиная от драйвера под Windows. Делал железо для сармов и телекоммуникаций. Сидел долгое время в бэкэндах. Ни разу не делал толком UI. Хотя нет, наверное, делал, но вы только никому не говорите. Ничего хорошего там не выходило. Это в основном наугуи-приложение. Highload 24 на 7, большая часть. А в последнее время решил перейти в сферу AR и мобилка, и веб. Очень интересно. У тебя вся жизнь была связана с C++, как я понял. Да, она и до сих пор связана. А тебе не жалко времени потерянного на этот старый язык? Я не такого мнения об этом языке. Он догоняет. Он, может быть, не так быстро развивается, как другие в сегодняшнем понимании. Но он все еще актуален. И на нем еще много чего можно сделать. И ты видишь для себя перспективы в будущем на этом языке? Или у тебя есть желание куда-то спрыгнуть с него? Ты знаешь, такое даже... Что значит такое запрыгнуть на язык, спрыгнуть с язык? Я смотрю то, что и занимаюсь тем, что мне нравится по большому счету. C++ это не единственный язык, который я вполне себе владею. Есть еще Python, Java. Я этим тоже занимался. Поэтому выбор есть. На мой взгляд, довольно широкий. Я знаю, что ты занимаешься распознаванием образов. Проект про распознавание образов. Про натягивание чего-то на что-то. И это все на C++. И там, наверное, какое-нибудь обучение в машине есть или нет? Да, безусловно. Назвать это проектом распознавания образов совсем не совсем верно. То, чем я занимаюсь сейчас, это мы делаем под мобилку AR-примерку обуви. Кроссовок. Проект OneKicks. Здесь что-нибудь щелкнет. Щелкнет. На YouTube. Вот. Мы это делаем под мобилку, и мы это делаем еще и под веб, используя плюсы. То есть это работает в браузере, а там под этим кодом C++. И что там? Там и браузерный у вас, на котором все это крутится. А, то есть вы решили эту модную новую технологию запользовать и пошло. И пошло. Для меня было самым большим удивлением, что, блин, браузер такое самое неподходящее место для того, чтобы, во-первых, встроить, например, графику. Во-вторых, встроить там, я не знаю, нейронные сети, что-то еще. А оказалось просто, что технологический стек, который необходим был, да, такой какой-то минимальный уровень, минимально необходимый уровень секьюрности, который можно было бы обеспечить. Его, в принципе, туда можно занести. Так, подожди. Я не понял, это чисто браузерная технология или там бэкэнд какой-то есть? А, смотри, то, чем мы сейчас делаем про примерку для браузера бэкэнда, там нету какого-то. То есть это все вычисляется в браузере, это все работает под браузером и это, как оказалось, работает не так медленно. То есть вы берете веб-ассембли, через него лазите куда-то еще, не знаю, в OpenGL какой-нибудь, нет? OpenGL как таковой, он есть в браузере уже по умолчанию, то есть браузер просто по стандарту, он уже предоставляют, но это называется WebGL, их там есть две версии, там 1.0 и 2.0. Не все их поддерживают. Если говорить про Safari, то они еще все старенькие, то есть там 1.0. 2.0 это посвежее, это Chrome, Opera и все, что там на этом основано, ну, сам понимаешь, со всеми этжами и майкрософтовскими развитыми технологиями. Вот, оно там есть, но метимся под самый худший вариант, вот, то есть это предоставляется уже нативно браузерам, не нужно никакого, никакого слоя на драйверов, там просто нет. Любопытно, а где там нейроночки, если это там есть вообще? Машинное обучение там также есть, из крупных пакетов, которые сегодня есть, это тот же самый TensorFlow Lite, вот, он портирован и его можно использовать. Более того, помимо этого еще и OpenCV, плюсовый, сишный и так далее, портирован на WASS. То есть, это даже, извини, перебью, это даже не столько портирование, это просто собрали. Самое прикольное то, что, вот, по сути, беря mScripten, берем и собираем вот в некоторый ER для браузера. Ну, лично я впервые слышу про настолько глубокое погружение в WebAssembly в каком-то реальном проекте, потому что все, что я слышал до этого, были какие-то игрушечные совершенно проекты, а у вас уже прямо коммерческий продукт и работает. Да, мы этим уже пользуемся. Круто. Слушай, а C++ там в каком месте вы компилируете, в WASS, или как вы, что это, как происходит? Основная история, так же, как и везде, это, ну, во-первых, OpenCV, если мы используем компьютерное зрение и хотим использовать уже состоявшиеся для этого алгоритмы, мы берем готовое, да, и OpenCV вполне под это подходит. Есть, конечно, специфика со сборкой, да, но пройдя этот путь один раз, он довольно легко ложится в дальнейшем. И самое удивительное, это то, что это просто вот берет и вот так вот по щелчку работает. Причем самое удивительное, что это работает в браузере на мобилке ровно в точности так же. То есть ты вот открываешь браузер и такой, типа, what the fuck у тебя работает. Для меня это такое было самым большим откровением, потому что все было подозрительно, смотрелось такое. Естественно, есть большое количество устройств, типа, всевозможные OPPO и вот этот вот концерн BBK китайский, который там все вот это вот делает. Есть реализация OpenGL, где там, условно, вместо вызова какой-нибудь функции стоит просто ретурн ноль. И так мы поддержали OpenGL. С такими устройствами тоже никуда не денешься, приходится работать, но их не так много. Так, ну вот я буду как раз тем самым скептиком и адвокатом дьявола и поспрашиваю, потому что, насколько я знаю, в WebAssembly сейчас считается сырой технологией. А ты прямо говоришь, как будто она уже вот все, production ready. Ты знаешь, а что вообще вкладывать в сырую, в сырость технологии? А сам по себе WebAssembly это немножко урезанный же функционал. Ну смотри, у тебя нету файловой системы, но о чем говорить? Что ты можешь открыть, там, я не знаю, Home, там что-нибудь, TXT или, не знаю, диск C и так далее. Нет, там этого нету. Если ты хочешь работать с файлами, ты просто приотащиваешь к скопилированному бинарю дополнительный ресурс, и он у тебя есть, и только его ты можешь открыть. То есть его нету. А если сеть? Тоже нету. Сети нету. Ну а откуда она возьмется в браузере? Все, что ты можешь пользоваться, это API браузерным. В баз данных? Так, ты хочешь собрать базу данных под баз Амли, или ты хочешь входить в базу данных с помощью его? Безусловно, ты можешь написать какие-нибудь адаптеры. У тебя есть возможность взять у браузера несколько разновидностей интерфейсов по работе сети. Начиная до походов от стандартными постами, либо просто а-ля что-нибудь поверх сокетов и выглядеть еще более того так же. Такую возможность предоставляет. То есть сходить в базу данных ты там в том числе тоже можешь. Теоретически я это не проверял, могу здесь заблуждаться, поэтому если захотите, то проверьте сами. Отлично. Ну хорошо, а есть ли какие-то особенности C++, которые мешают писать код, который в WebAssembly превращается? Ты же, наверное, не все подмножишь, то C++ можешь скомпилить. Очень хороший вопрос. Меня самого это довольно немалое время тревожило. Все то, что я делал, компилировалось без каких-либо проблем. Ну и, естественно, учитывая просто специфику самого WebAssembly и компилятора используемого. Я таких примеров не видел. Но я не упарился, надо сказать, не уходя. Из таких каких-то небольших вещей TypeRagor там точно работает. Более того, STL, он пусть и свой, самостоятельный, сделанный под имскриптом, но он поддержан достаточно широко. Наверное, даже полно. Ну, естественно, с теми самыми аспектами, что там потоки можешь ли ты создавать? Наверное, нет. Так, у меня все еще много непоняток. Вот ты написал код, который у тебя берет твои ноги, ноги пользователя, как-то их оцифровывает. Потом загоняет на них какую-то обученную модель и подтягивает какие-то данные, которые уже в виде кроссовок или чего-то такого появляются. Ну, детали я не буду раскрывать, просто в силу того, что это все-таки собственность компании. Но верхние уровни, задача решается, да, примерно так, как ты говорил. Мы берем, капчерим изображение, мы каким-то образом определяем где-то ноги. Мы работаем с 3D-графикой для того, чтобы отрисовать кроссовки, обувь в нужном месте. И основная наша задача это сделать так, чтобы это было максимально точно и максимально похоже на настоящий юзер-экспириенс. Реальные примерки, по сути. А что будет, если взять телефон, подойти к зеркалу и там будут уже и твои ноги такие-такие? Это будет работать, но только на тех ногах, которые, слава говоря, сработают первыми, будут найдены. Ну, как-то так. То есть, там нет такого, что мы поставим 100 ног и будем делать 100 ног. Естественно, в такое мы не упарывались. Ну, и это даже просто банально видно будет. Но был довольно любопытный кейс, когда проект был запущен. В первое время народ понял из команды, что очень многие пытаются обыть в кроссовке домашних животных. И мы под это подстроились. Можно даже в домашних животных попробовать обыть. И очень многие начали ржать на эту тему. Понятно. У тебя в C++ есть какие-то особые предпочтения? Он же большой язык. Ты знаешь, я его воспринимаю уже давным-давно как инструмент. Это такой вот, это такой, знаешь, набор инструментов, когда ты вот берешь, раскладываешь такой. И это не история про то, что типа, а не написать ли мне сегодня чего-нибудь на функциональше. Это не такое. Я скорее иду от задачи, нахожу какое-нибудь наиболее простое решение. И подбираю под это все наиболее подходящий инструмент, по сути. Наиболее любимые части в плюсах у меня это все, что связано с многопоточностью сейчас. Потихоньку начиная заходить чуть глубже и детальнее разбираясь. Ну, уже не потихоньку, достаточно хорошо зайдя. И в саму организацию многопоточности, лог-фри и вот эту всю историю. Но при этом мне очень нравится алгоритмика. И с точки зрения реализации любых вывертов, которые типа гипотетически могут там прийти в голову. Плюсы для этого подходят наиболее лучшим вопросом. Криво сказал. Но я считаю, что это такой... Он избыточен, безусловно. Наверное, ты к этому регулярно подводишь не только меня в этих вопросах и прочее. Есть гораздо более простые языки. Но из, к примеру, личного опыта, попытки создания какого-нибудь небольшого подмножества языка, пускай это будет свой собственный написанный поверх плюсов, макросов и чего-нибудь еще. Я говорю, вот, все необходимые конструкции есть. И потом все время возникает какой-нибудь еще кейс, другой кейс, третий кейс. И оно потом начинает полниться, полниться, полниться. И ты понимаешь в какой-то момент, что потихоньку сдвигаешься примерно к тому, чем сейчас являются плюсы. А чем они сейчас являются? Это большой конструктор. К счастью, который, на мой взгляд, не упустили в начале 2010-х годов и не запустили. У которого все-таки есть корешки и достаточно серьезные расточки похожести на большинство современных языков. То есть, та же Java, тот же Python. Немножко не дожали, но, тем не менее, эту часть еще не потеряли. Потому что был период, когда код на плюсах, это такое выглядело что-то на татарском. И ты просто смотришь и сравниваешь. Две реализации алгоритмов довольно странновато выглядело. И это, обусловно, может быть, даже было не столько самими возможностями. Конструкции там, они, может быть, и есть. Просто внутренней сложившейся культуры разработки, как она выглядела. И просто имеющейся опытом людей. Вот они так привыкли писать. И, может быть, даже это, на мой взгляд, в какое-то время превращало в нечитаемое нечто. Ну, народ в этом варится, привык как-то. У меня тоже есть существенный опыт C++. И я не понимаю, как эта культура могла просто исчезнуть. Я думаю, C++ мир настолько большой, что там всяких проектов полно. Да, большой. Я выбираю те проекты, в которых исчезло. А как ты наперед это можешь знать? Ты знаешь, во многих местах это, как ни странно бы это звучало, это возраст компании людей, которые тебя собеседуют. Нет-нет, да проходят какие-нибудь огонечки или сигнальчики еще на этапе собеседования. Ты тоже разговариваешь с людьми и интуитивно понимаешь, близко к тому, что пишут люди или нет. Или, к примеру, для меня, допустим, нередкая история на этапе собеседования показать, например, можете показать код, насколько он близко ко мне написан. То есть, это же тоже ты там вот открыл, условно говоря, и можешь предположить, что ну и остальные там сотни файлов будут плюс-минус около этого. Ну, потому что это же те же самые люди пишут. Если оно будет разнообразно, ну, ситуация оказалась хуже, наверное, все-таки. А у тебя есть какие-то пожелания тем, кто хочет тоже в Си плюс-плюс запрыгнуть, как вот человека с опытом? Я не могу тут дать какого-то совета. Я давным-давно зашел в плюсы. Помню, это было довольно мучительно на старте. Помню, местами было мучительно на середине. И сейчас это тоже может быть мучительно. То есть, наверное, вот предположу, что вопрос все-таки про то, как облегчить этот вот путь. Безусловно, найдите проект или команду, которая уже пишет на нем достаточно серьезное время, которые следят за качеством кода, да, или там позиционируют себя как вот людей, которые... В этом именно профессионалы. Это вот такой достаточно хороший старт будет. Если при этом там, кажется, не упыри, то это будет еще и очень крутое подспорье для начинающего. Потому что, ну да, есть же тут такие вот еще и аспекты психологии. Он сам по себе язык непростой. Это, ну, нужно признать. Есть аспекты, которые ты там вот здесь понимаешь, здесь, ну, уже не очень понимаешь. И если при этом будет человек рядом, который с удовольствием, например, поделится, да, или там расскажет чуть более подробно, это будет, наверное, самое офигенное. Самостоятельно заходить в это, ну, не знаю. Я бы, наверное, не рекомендовал именно пойти, вот, разобравшись там самостоятельно сказать, вот, я буду писать. Скорее всего, такая реальность столкнется с той, которая вот есть на самом деле. Через некоторое время, когда человек захочет пойти в продакшн, уже в какой-то интерпрайз, и окажется, что несколько по-другому всем. У меня лично подозрение, что в любом случае человек придет на плюсовый проект и сначала потеряется, потому что все на плюсах пишут по-разному. Я где-то не знаю, лет 6-7 назад уже такой. Усредину. Сильно, вот, да, перестал. Кажется, я не знаю. Я склонен считать, что есть порог, дальше которого, да, уже не такая уж и большая разница подходов. Плюс литература подтянулась, плюс мы живем в России, у нас есть большой, мы программисты. У нас есть большая возможность, это, во-первых, смотреть англоязычную всю вот литературу, все эти доклады, да, и прочее. А еще и есть свое собственное комьюнити, которое еще добавляет. То есть, если посмотреть такой стратегический выигрыш, то, наверное, все-таки информационное поле у нас несколько больше, чем, например, у тех людей, которые живут и родились и найти в Соединенных Штатах или в Великобритании. Ну, окей, спорная точка зрения, но имеет право на существование. Вот. Но мне на самом деле интересно, в C++ проектах что является качественным кодом? Там, где больше темплейтов может быть, люди же любят упарываться. А в C++ 17, каком-нибудь 20, там, темплетной магией пришло просто вот вау. Я вижу, что этот вопрос тебя волнует, видимо, долгое время. Не знаю, был ли какой-то опыт такого толка или нет. Что такое качество кода, да? Мне довольно сложно это измерять, да? То есть я могу сказать, что только свое мнение предложил, да? И оно может либо совпадать с мнением команды, либо не совпадать, да? И там, в том числе и среди этого, как один из критериев выбора команды, в том числе, насколько близки вот именно по этим вот чертам. Очень по-разному. Для меня качество кода, если сформулировать вот так, он не избыточен для решения этой задачи. Он покрыт тестами, он хорошо и легко читается. Желательно прям вот, было бы очень здорово. И, не знаю, и он решает поставленную задачу. Понятно. С нами еще Дима Дорогой здесь сидит. И я думаю, у него тоже есть вопросы. Хочешь задать какие-нибудь вопросы? Вопрос из зала. Вопрос из зала. Насколько я знаю, вот эта компания, которая делает такое замечательное приложение, в котором можно купить себе виртуальные кроссовки, а потом их померить, а можно, наоборот, сперва померить, а потом купить, да? Это достаточно такой, ну, известный стартап, и он совсем не из нашего города. Как вы вообще туда попали? Насколько сложно программисту из глубинки, ну, вот конкретно из Новосибирска, попасть в стартап, который находится в Калифорнии и частично в Белоруссии? Как вы вообще познакомились? Как туда попасть? Может, кто-то тоже хочет пойти по вашим стопам? Да. Может быть, кто-то и хочет пойти по моим стопам. И, более того, я уже не единственный человек из Новосибирска, который работает в этой компании. Как ни странно, попали по объявлению. То есть, в какой-то момент мне довольно сильно надоело вот работать именно в бэкэндах. Там классно работать продолжительное время, решать алгоритмические задачки. Там много чего можно изучать. Но результат, он не настолько виден. И это один из таких бичей, по сути, современного программирования, когда ты не можешь пощупать результат. Когда, к примеру, я не могу показать дочи, а что я, собственно говоря, сделал. Такой, ну, дочь, смотри, сколько офигенного кода я тут наделал. Смотри, как красиво они все расставлены, ровненько выровнены. Круто. Тесты даже есть. Си-айчик и так далее. Ну, вот, этого не хватало. И когда мне эта уже история порядком надоела, у меня было бы просто сформулировало для себя, а чего я бы хотел и в каких областях. Это мне очень интересно было бы заниматься компьютерным зрением. Мне было бы интересно поработать с мобилкой. И просто, вот, не знаю, когда я это все сформулировал, я просто пошел и нашел, куда бы я хотел пойти. Да и все, наверное. То есть, сейчас, особенно после пандемии какой-то период, стало и лучше, и хуже. Выросла конкуренция, это стало хуже. Потому что рынок резко расширился, да, и уже локальные игроки стали, не стали, к примеру, для многих новосибирских программистов, именно основным работодателем, да. Поэтому они потихоньку перетекли в какие-то крупные конторы. Но стало хуже, мы стали конкурировать со всем остальным миром, по сути. Вот. А зарплаты выросли. При этом, если сказать, то есть оно как бы подтягиваться начало уже. И тут довольно сложный вопрос. Я сейчас начну путаться в показаниях и крутить вокруг да около. Если отвечать на исходный вопрос, то сейчас это стало гораздо легче, чем, скажем, лет 8 назад. Когда нужно было сначала там что-то там на LinkedIn найти, какие-то там связи и проще. В какой-то момент LinkedIn превратился не средством поиска, да, работы, а непременной бомбежкой и спамин для вакансий. То есть эти люди, которые вообще, к примеру, не имеющие отношения к самой компании, являются там промежуточным звеном, стали засылать. У меня сразу вопрос появился. Ты сказал, что пошел и нашел и сейчас упомянул LinkedIn. Сразу вопрос. А куда пошел, где искал, это какие-то специфические сайты или это был действительно только LinkedIn и этого хватило? Слушай, я даже не очень помню, какой это был ресурс. Я взял LinkedIn. Наверное, по цепочке там прошел, может быть, какой-нибудь промежуточный, на какое-то промежуточное агентство. Да, это было точно промежуточное агентство. И уже у них на сайте нашел соответствующие вакансии. Тут тоже интересный момент. Казалось бы, есть агрегаторы типа HeadHunter.ru, там я не знаю, Indio, Monster, LinkedIn и там для всех остальных стран. Тем не менее, существует уже такая достаточно серьезная группа частных, независимых поисковиков, людей для компаний, которые, может быть, имеют эксклюзивные предложения и держат у себя на сайте. Вот таким примером у нас есть Сухоруков, у них же есть до сих пор свой сайт, у них есть вакансии, и эти вакансии могут больше нигде на самом деле не светиться. А можешь дать какой-нибудь совет тем, кто хочет найти подобную, может быть, подобную работу, может быть, работу в какой-то очень низкой нише, очень узкой нише, да? Стоит ли им ограничиваться LinkedIn или же стоит копать глубже? То есть, какие-то практические рекомендации можешь дать? В любом случае копать, потому что ситуация очень может поменяться. Там сегодня эти сайты и есть, завтра их нет, что-то переползло. Это всегда дает дополнительную информацию. Это всегда включает мозг начинать думать несколько по-другому. Это же не такая часть, как вот я сегодня решил купить подсвечник. Я зашел на Авито, не будем рекламировать, запикаем потом, и купил. Тут все равно это такое должен как-то пройти определенный период времени. Это может быть неделя-две, когда ты, условно говоря, полностью этому посвятившись, и уже, что называется, поварившись уже в этой задаче, в нее просто погрузишься. Тебе станет понятен контекст, тебе станет понятно вообще окружение. Ты поднимешь еще гору информации, начиная от сезонности, например, сезонной специфики, когда в начале года, например, лучше искать работу, чем там за несколько месяцев до конца года, когда там бюджеты планируются и так далее и тому подобное. То есть там тоже же есть такая специфика. И вакансия может быть, но она еще, например, просто не всплыла нигде. Или же она еще не готова к тому, чтобы быть запланированной. То есть человеку уже могут, желание уже есть искать, найти внутри какой-нибудь организации, но есть куча специфики, связанные в том числе с сезонностью, с оплатами и так далее, и планированием. Я задам еще, наверное, последний вопрос тогда от себя. Мы очень много говорим о языках программирования, но, наверное, чуть-чуть как бы упустили обычные языки. Вот сейчас мы берем интервью у тебя на русском языке. Хотелось бы узнать, насколько хорошо нужно владеть английским для работы в твоей компании? Пишешь ли ты комментарии в коде? На каком языке ты их пишешь? И видел ли ты их на русском языке? В комментариях на русском языке я не видел лет 15. На китайском вижу регулярнее, к сожалению. Сейчас это такой какой-то тренд, когда ты в гугле уже пробуешь найти какие-то примеры, и их все больше становится на китайском. Ребята, надо что-то с этим делать и подтягивать свою какую-то часть. Пусть лучше будет на русском. Общаюсь ли я на английском и достаточно ли моего уровня? Да, сейчас я общаюсь на английском. Там переписка в каких-то чатах идет, соответственно, на английском и в каких-то на русском. Ну, просто в силу того, что удобнее здесь все понимают, как бы и вольной интерпретации. Ошибки вольной интерпретации здесь нет. То есть уровень должен быть у всех достаточно хорошим для того, чтобы там все с полуслова понимали и прочее. Но это все-таки местами не есть такого в компании. У разных всех уровень. И вот про что. Ты не можешь поставить такого под гребенку и не попасть на то, что просто человек тебя немножко по-другому понял. А если вы не общаетесь с ним лично, ну, к примеру, не позвонил, а все больше и больше сейчас переписки, то это просто дополнительный простой, дополнительные издержки. Ну, в том числе тоже бьют. Поэтому там, где это уместно и можно, переходим на самый простой способ. К тому же, вот, само по себе IT-сектор, это, я не знаю, я помню такой анекдотичный случай, когда мой знакомый переехал в Калифорнию, вот, и он думал, так, блин, вот, сейчас вот на английском же надо будет говорить. Он уже все прошел, там, на работу попал, но он до сих пор сомневался в своем английском. И заходит в офис такой, весь нервничай, сейчас думает, придумывает какие-то фразы. И первое, что слышит, такой раскатистый мат на русском. И он после этого понял, все будет нормально. Спасибо, Дмитрию, за кадром, за эти вопросы. Я думаю, нам осталось поговорить про самые последние вещи. Что вот тебя вдохновляет работать в айтишечке? В айтишечке меня вдохновляет, во-первых, широкий круг решаемых задач. Сегодня у тебя уже не горит, к примеру, позаниматься чем-то. Ты можешь плавно перекатиться в какую-нибудь соседнюю область. К тому же сейчас достаточно сильно развиваются всевозможные R&D-отделы. Все, что крутится сейчас вокруг машин, ленинга, это такие прям поля непаханные. Вокруг серьезные веб-разработки. Ну, я не говорю про JS, TypeScript. Это не серьезно, да? Да. Нет, это тоже серьезно. И я не хочу здесь преуменьшать, потому что тут тоже возникает местами кастовость. Кто-то там лучше, кто-то хуже. Я ни в коем случае не хотел бы этого делать. И не хочу, и не буду. Я про нагрузку, растущие мощности, растущие ресурсы, непрерывный видеотрафик. Это сегодняшняя реальность, с которой уже нужно как-то иметь дело. То есть и вычислительные мощности, и просто, не знаю, уже миллиарды, наверное, уже всевозможных компьютеров и вычислительных устройств, которые между собой общаются. Второе, IT для меня интересно. Оно держит меня в тонусе. Даже не то, что IT, а то, чем я занимаюсь и той профессии, которую я выбрал. Это тяга, даже не тяга, а необходимость изучать что-то новое. Это не так, что я изучил достаточно хорошо, классно что-то знаю, и вот я сижу и до конца жизни голову не грею. Нет, это не так. Ну вот, и это стимулирует. Меня это держит в тонусе, мне это нравится. Ну, по тебе видно, что тебя прет от того, что ты делаешь. А это, вероятно, значит, что ты из-за айтишки никуда пока не собираешься. А это в следующую очередь значит, что ты, наверное, еще к нам придешь что-нибудь рассказывать. Ни то, ни другое утверждать я не буду. Я не Господь Бог, чтобы сказать, что я там вообще никуда не соберусь. По-разному бывает, складывается. Ситуации тоже очень сильно меняются. Возраст опять же. Хотя я больше с какого-то момента понял, что в айти по поводу возраста уже можно не париться. Когда стало понятно, я увидел наконец-то компании, в которых люди до сих пор работают, и они значительно старше меня. Но при этом айти – это не единственная часть моей жизни. Хотя и достаточно большая, потому что она требует и участия не только в рабочее время. Я стараюсь это разнообразить. Ну, можешь вот так вот прям тезис на какие у тебя еще есть персональные увлечения, раз мы же затронули, чтобы людей не нервировать недосказанностью. Хорошо, я расскажу. Для меня в какой-то момент стало понятно, что если упарываться только в айти, это путь никуда. Ты начинаешь просаживаться в коммуникациях, психика меняется, люди кругом ведут себя не как машины и так далее и тому подобное. Ну, и плюс начинаются просадки по здоровью, требуется активность. Какие-то другие интересы, они просто тоже могут угасать. Я для себя составил. Это спорт, это вело, бассейн, большой теннис. Это очень сильно меня увлекает, очень техничный вид спорта, в котором ты приходишь и ты там просто лошара. И тебе тренер говорит, что пришел, крутой программист, а вот пошли-ка по дачку поработаем. И это тоже такое приземляет на землю. Помимо этого, да много всего, путешествия, чтения и так далее и тому подобное. Круто. Я не исключаю, что у нас будут какие-нибудь такие выпуски про хобби, и ты можешь про это тоже рассказать в следующий раз. Про хобби, хорошо. Я еще увлекаюсь ювелирным делом, и этот браслет я сделал сам. О, вот, ребят, смотрите, программисты не скучные. Дима что-то нам показывает. Покажи, просто в камеру. Давай фокус. Отличненько. Ну тогда на этой замечательной ноте будем прощаться с Антоном Щербаковым. Ну, не до конца прощаться, а только до следующего раза. Правда же? А, ты хочешь, чтобы я пообещал прийти? Зовите, приду. Хорошо. Всем пока. Пока, Смит. Субтитры сделал DimaTorzok